всем привет добро пожаловать на канал сегодня я буду шить двойную шапку с ушками шапку я буду шить без выкройки выкройку сразу буду строить на ткани для пошива шапки я буду использовать трикотажную ткань также для пошива мне нужны такие мерки как окружность головы и глубина шапки я померила окружность головы глубину шапки можно найти поделив окружность головы на 3 и добавить 2-3 сантиметра раскладываю ткань срезаю кромку на ткани если она есть рисую два прямоугольника одинакового размера так как шапка будет двойная поэтому рисую два прямоугольника размером 48 сантиметров в длину и высота 21 сантиметр так как шапку я буду шить из трикотажной ткани трикотаж немного тянется и поэтому от окружности шапки можно отнять 1-2 сантиметра рисую и вырезаю я уже вырезала два прямоугольника теперь складываю прямоугольник пополам и еще раз пополам после того как сложила скалываю ткань иголками чтобы она не смещалась и не двигалась между собой нахожу середину этой полоски также вниз с одного края и с другого отступаю 7 сантиметров и теперь соединяю эти точки срезаю угол плавной дугообразной линией сантиметра рисую и минутой при этом мы поверили Продолжение следует... И теперь то же самое делаю на другом прямоугольнике. Тоже складываю пополам, еще раз пополам. Можно просто сверху приложить уже готовую заготовку, обрисовать и вырезать. Ну, я также отмечу середину, вниз отступаю 7 сантиметров. И также делаю закругление с одной стороны и с другой. И вот так у меня получилось. У меня получились две вот такие уже заготовки моей шапки. Прикладываю одну половинку шапки к другой, сравниваю, чтобы они были одинаковые. Теперь складываю к центральному срезу одну половинку и другую. И так на одной и на другой части шапки. Теперь отмечаю центральную точку на одной половинке и на другой. И теперь буду сшивать с одной стороны и с другой от точки до начала среза. И точно так же на другой половинке шапки. Тоже складываю. Отмечаю середину одной половинки и другой. И точно так же сшиваю от точки, от середины до начала среза по краю. И для того, чтобы шить трикотаж на швейной машине, необходимо поставить иглу для трикотажных тканей. Теперь мне необходимо нарисовать ушки. Это четыре детали. Теперь складываю ткань пополам, рисую прямоугольник. 8 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Делаю закругление сбоку и вырезаю. И таких еще вырезаю три детали. Делаю закругление сбоку. Субтитры создавал DimaTorzok Складываю один к одному, выравниваю, чтобы они были одинаковые. Теперь вырезаю две полоски для того, чтобы сделать завязки. Один сантиметр в ширину полоска и 30 сантиметров в длину. Складываю полоски пополам и сшиваю на швейной машине. Я уже сшила две полоски, теперь одеваю на один конец булавку. Просовываю булавку через полоску и выворачиваю ее на лицевую сторону. И на концах завязок завязываю узелки. Теперь мне необходимо пришить завязки к ушкам. Складываю ушки лицом к лицу, вовнутрь вкладываю завязку и сшиваю по краю на расстоянии 1 сантиметра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закалываю иголками и сшиваю на швейной машине. Также на одной части шапки оставляю небольшое отверстие. Это будет задний шов. Для того, чтобы потом вывернуть шапку на лицевую сторону. И сшиваю на швейной машине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так у меня получилось. У меня уже готовы две половинки шапки. Теперь мне необходимо пришить ушки. Я нахожу середину шапки. Теперь складываю шапку пополам, ставлю отметки. Затем складываю еще раз пополам, тоже ставлю отметки. Также складываю пополам ушки, тоже ставлю отметки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь вовнутрь шапки к лицевой стороне прикалываю лицом к лицу ушки с одной стороны и с другой по бокам к отметкам. Затем беру вторую половинку шапки тоже вкладываю лицом к лицу и точно так же по отметкам скалываю с ушками и с шапкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь сшиваю на швейной машине отступив от края один сантиметр. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так у меня получилось. Обрезаю лишние нитки и припуски, если необходимо. Выворачиваю шапку через отверстия, оставшиеся на лицевую сторону. Мне осталось зашить отверстия, скалываю иголками и сшиваю на швейной машине. И вот такая шапка у меня получилась. Теперь я хочу ее как-то украсить. У меня есть вот такие многоразовые наклейки. Конечно, лучше их пришить для того, чтобы в процессе стирки они не отпали. Беру наклейку и приклеиваю на шапку. Попробую сначала приклеить пончик. И также приклею единоружку. Я купила эти наклейки в магазине возле дома. Я думаю, что возможно у вас тоже есть такие же наклейки в магазинах. Поищите или в интернет-магазинах. Я думаю, что такой наклейкой можно украсить любую вещь. И она будет смотреться намного интереснее и ярче. На этом все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будут вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!